В процессе развития Украины происходило разделение общей. Общины получились разные. Общины, которые были в Польше, а потом при разделе Польши отошли к Афтервенгрии, это было одно, с одной моим ментальностью. В Иерусалимском общинном доме состоялась лекция профессора Павла Рабиновича о современном состоянии Украины. Значительная часть его выступления была посвящена историческому процессу. Тема оказалась очень близка присутствующим, среди которых было много уроженцев Украины, поэтому доклад обсуждали с большим подъемом. Украина была вполне достойной составляющей Советского Союза. С чего это вдруг она стала фашистской, с чего это вдруг, да, о бандеровцах, ну, знали. Они даже пикнуть не могли в то время. Украина, которая входила в Россию. Значит, русификация полнейшая. Украинский язык оставался в глубокой деревне. Печел очень просто. Значит, даже Александр Второй, великий освободитель, подтвердил запрет, всякое, вся попечатка на украинском языке. Украинский язык был запрещен. Геноцид русского народа на Украине. У меня волосы поднимаются дымом. Какая глупость? Кому пришло в голову? Хоть один русский был убит на Украине за то, что он русский. Сколько у нас здесь присутствующих, столько и мнений. И каждый считает, что вот это важнее, а это менее. Я поэтому считаю, что заслуга этой лекции не только в том, чтобы разобраться в том, что происходит в Украине. Это очень хорошее начало. И это очень желательно приветствовать и в дальнейшем. А в том, чтобы совместно провести сбалансированный анализ ситуации. Около трех десятков переживших шоа, чьи бар-мицвы или бат-мицвы выпали на время Второй мировой войны, и кому не довелось пройти через этот обряд должным образом, отпраздновали его в Иерусалиме, у Котеля. Мужчины надели тфелин и читали отрывки из Тары. Размахивая израильскими флагами, эти люди пели традиционные еврейские песни и танцевали. Затем был визит в Кнессет, где их принял спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. Он сказал, «Ваша юность у вас была украдена, и вы, тем не менее, предпочли жить. Вы приехали в Израиль, и от вас пошли следующие поколения». В недавно вышедшей книге «Открыть железную дверь» американский раввин Ави Вайс, один из лидеров борьбы за советское еврейство, много пишет о жене Натана Щеранского, о Виталь. Ведя свою борьбу, она обращалась к общественности и говорила негромко и мягко. И именно потому, что ее голос звучал тихо, искренне и сдержанно, он обретал силу, чтобы взволновать миллионы людей. Она также отказывалась занимать посты в каких-либо организациях, что было весьма необычно. Две квартиры в городе Арад. Вот и вся собственность депутата Кнессета Тали Плосков, движение Кулану. В списке, который учитывает состояние депутатов израильского парламента, она находится на весьма скромном месте. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok